Кристиана Голд Эдуардо Серрано Фильмы Незабываемые По мотивам романа Умберто Оливьери Авторы сценария Умберто Оливьери Соня Нобродемела Мануэль Мендоса Карлос Гонсалес Вега Марко Тули Сокорра Фильмы также снимались Феликс Лоретто Эрминия Мартинес Амалия Перес-Диас Мария Луиза Ламаста Таня Сарабия Juan Франки Гильермо Ферран Фредди Галавис Луис Альберто Демоцис Педро Дуран И другие Композитор Франциско Кабрухас Оператор Рафаэль Марин Режиссер Тони Родригес Донья Леонора Композитор Франциско Кабрухас С тех пор, как я увидел вас у Монтеро, я испытываю к вам симпатию. Я чувствую, что вы женщина с прекрасной душой и сильным характером, которую можно уважать. Ради Бога! Столько комплиментов приводит меня в замешательство. Вы тоже произвели на меня прекрасное впечатление. Не могу понять, как женщина с таким самообладанием лишилась чувств. Что привело вас в смятение? Не придавайте этому значения. Напрасно вас так обеспокоил мой обморок. Но, должна сказать вам, что у меня была причина прийти в смятение. Вы не поверите, но, Мануэл Энрике, это помолчи. Прости, мама. Значит, была причина? Какая же? Ваш талант, юноша. Браво! Ваш талант и мое давление, которое уже не впервые ставит меня в неловкое положение. Мама, поэтому я и должна извиниться, что испортила впечатление от вашего блестящего выступления вчера вечером. Боже правый! Почему всех так переполошил мой безобидный обморок? Я понимаю. Не беспокойтесь. Не переживайте, достопочтенная синьора. Пресса назвала выступление великого Симона уникальным, побившим кассовый рекорд. Нам пора, Паджолли. Синьорита, большое спасибо за ваше внимание. Донья Леонора, пожалуйста, примите мою любовь и уважение. И простите, что причинил вам столько беспокойства. О чем вы говорите? Извиниться должен мой сын Селсо. Идемте, я вас провожу. Иногда я тебя не понимаю, Максимилиану. Сначала ты отверг мое предложение жениться на Марии Тересе, а теперь приходишь сюда и торопишься со свадьбой. Ты должен быть счастлив. Я счастлив? Просто я не понимаю такой спешки. В действительности должен торопиться ты. Дело в том, что ты плохо знаешь мою дочь. Что ты хочешь сказать? Я знаю, что Мария Тереса попросила подождать со свадьбой, но это меня не устраивает. Это может сыграть плохую роль в моих делах. Чем больше я тебя слушаю, тем меньше понимаю. Мы с Марией Тересой обо всем договорились. Ты многого не знаешь. В тот вечер, когда я сказал Марии Тересе о помолвке, она сбежала из дома, и мне пришлось отправить Макабео и его людей на поиски дочери. Именно ее непокорность и привлекает меня, Максимилиану. Проблема в том, что ты ее подавляешь. Ты воспитывала ее слишком строго. Ей нужна свобода. Свободу, которую я ей дам. Она будет жить как королева. Я уверен, она станет счастливой. Я знаю, как нужно укращать непокорных, Франциско. А моя дочь словно норовистая лошадь. Она умная девушка. Представь себе, она предложила мне участвовать в создании фильма. Какого фильма? В чем дело, Симон? Что с тобой? Ты хорошо себя чувствуешь? Ты что-то забыл там? Не знаю, Паджоли. Я что-то тебя совсем не понимаю. Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь? Думаю, я ошибся относительно этой семьи. Со мной что-то творится. О чем ты говоришь, сынок? У тебя болит голова, верно? Нет, Паджоли. Моя голова в порядке. У меня болит душа. Это не так серьезно. Самое главное – голова. Я знала, что найду тебя здесь. Я не понимаю, мама. Я заметила. Ты уже собиралась разболтать юношу, что причиной моего обморка стало его сходство с Оскаром Энрике. А почему нет, если это правда? Посмотри на него. Мама, всякий раз, когда я вижу этого юношу, меня озноб пробирает. Это он! Живой портрет Оскара Энрике. Но это не он. Ты можешь наконец понять, что это не он. Сколько раз ты мне показывала мужчин, похожих на твоего брата. И каждый раз это было ошибкой. Не знаю. Он так на него похож. Мне приятно находиться рядом с ним, мама. Думаю, Франциско де Пауло правильно говорит, что мы давно должны были забыть об этом. Но ты поддерживаешь огонь своей памяти и своей боли. Ты должна научиться забывать Мемела. Ты одержимая. Мама, не говори так со мной. Перестань. Ты знаешь, почему ты не вышла замуж? Потому что так и не смогла забыть этого мерзавца-итальянца, который бросил тебя у алтаря в подвенечном платье. Я отдал тебе руку моей дочери не для того, чтобы ты поддерживал ее прихоти. Я не хочу, чтобы Мария Тереса снимала с кино. Если бы я считал это достойным делом, я бы ее поддержал. У меня есть такая возможность. Но это не занятие для порядочной женщины. Перестань, Максимилиано. Что это с тобой? Ты отсталый человек. Неужели ты посмел сказать Марии Тересе, что за этим браком стоит сделка между нашими семьями? За кого ты меня принимаешь? Не води меня за нос. Я знаю, кто ты. Ты шантажируешь своими судами весь наш город. Я не позволю оскорблять меня в моем доме. Мы оба прекрасно знаем, что только твои деньги заставили меня согласиться на брак моей дочери с тобой. Я ни разу не упомянул слово деньги в разговорах о женитьбе на Марии Тересе. Я упоминал только слово любовь. Любовь? Она сама заговорила о делах. Попросила меня о финансовой поддержке фильма. Понятно? Нелепость. Это не более, чем детские причуды. Мне пора идти. Я хочу знать дату свадьбы и дату подписания сделки. Я поговорю с Марией Тересой. О деньгах не беспокойся, я все улажу. Моя дочь сведет тебя с ума. Вот увидишь. Надеюсь на это. Немного безумства сделает мою жизнь приятнее. Так что успокойся, тесть. И последнее, Максимилиано. Говори. Ко мне приходила жена Архимира Бресендио, клиента моего банка. Я хорошо его знаю. И что же? Она была очень расстроена, потому что ее мужа посадили в тюрьму. Она опасается за его жизнь. Ты знаешь, они бедные люди. Он покушался на жизнь Макабео Карату. Черт возьми. А ты знаешь, почему он это сделал? Нет. Мои люди его допросили. Но им не удалось заставить его говорить. Я вот о чем думаю Максимилиано. Может, используя другие методы, мы смогли бы узнать кое-что ценное. Правда? Что ты хочешь сказать? Если ты мне позволишь поговорить с ним, Возможно, я сумею смягчить его. Эти люди очень привязаны к семье. Он должен мне большие деньги. Я могу обещать безопасность его семьи. Даже заговорщик пойдет на все ради своей семьи. Я так не думаю. Если мои люди не заставили его говорить... Иногда убеждение приносит лучшие результаты, чем сила. Это говорит банкир. Хорошо, пойду тебе навстречу. Завтра я дам указание выдать тебе специальный пропуск. Впервые банкир будет беседовать со своим клиентом в тюрьме. Успокойся, Хасинта. Я понимаю, как тебя потрясла смерть твоего друга Монтили, но поверь, сейчас не время для слабости. Это так, сестра. Я даже не знаю, чего во мне больше. Воли или гнева. Меня мучает мысль, что его смерть связана с этим фильмом. Ты понимаешь меня. Я чувствую себя виноватой. Возможно, ты права. Этот фильм представляет большую опасность для многих людей. Но, повторяю, не позволяя обстоятельствам взять на тобой верх, мы должны и дальше идти вместе. Я доведу дело до конца, сестра. Но я не хочу втягивать в это кого-то еще. Я осознаю, что мы переживаем трудное время. Не только это. Усилились репрессии. Похоже, болезнь президента весьма беспокоит военных. Поэтому мы должны быть осторожными. Очень осторожными, Хасинто. Очень. Да. Первое, что я должна сделать, это вернуть фильм и спрятать его в надежном месте. Сестра, я думаю, тебе лучше уйти. Они не должны видеть нас вместе. Пусть Господь защитит тебя, дочь моя. Ты знаешь, где меня найти. Ты мужественная женщина. Очень мужественная. Я обыкновенная женщина, сестра. Но я знаю, нет маленьких врагов. Обо мне не беспокойся. Бог никогда меня не бросал. И не думаю, что это случится сейчас. Благослови тебя, Господь Хасинто. Я виноват перед Верхинией. Я должен ответить за то, что сделал. Если об этом кто-то узнает, Верхиния не сдобровать. Тебе лучше не встречаться с Доном Сэллсом. Этот человек безумный. Что же мне делать? Я не знаю, и ты тоже. Так что лучше подождать. Это касается только меня. Мария и Тереса, не переживай. Дело не в тебе, а во мне. Видишь ли... Ты за меня волнуешься. Я твой брат. Я оказался в безумном положении. Я тебя понимаю. Верно, любовь это безумие. Но я бы не променяла мою тоску На жизнь без этого чувства. О чем ты говоришь? Допивай, нам пора идти. Нет, нет. Давай, рассказывай. Я влюбилась в Хуан Висенте. В кого? Ты всегда говорил, что я влюблюсь только В необыкновенного человека. Ты не ошибся. Ты мне скажешь, кто он? Это великий Симон? Вот это. Это мне нравится больше всего. Симон пробуждает душу. Тогда как у Гудини только техника. Ты меня слышишь? Они ставят тебя выше Гудини. Неужели тебя это не волнует? Конечно, волнует поджоли. Смотри, сколько у меня вырезок. Прочитать их тебе? Или подождать, пока ты очнешься? Конечно, ты так равнодушен, потому что слишком молод и плохо знаешь этот бизнес. Но мы переживаем прекрасный момент, Симон. Пик удачи. Подожди минутку. Сколько пальцев я показываю? Она сказала, что найдет меня. Три поджоли. Три. Конечно. Как я сразу не понял? Ты думаешь о женщине. Я убивался, вырезал хвалебные отклики о тебе и о нашем блестящем будущем. А ты витаешь в облаках. Мечтаешь. Скажи, какая она? Красивая? Она свела тебя с ума. Я никогда не видел тебя таким. Должно быть, она самосовершенства. Симон, ответь мне. Скажи что-нибудь. Симон. Скажи. Значит, в шкафу. Ты влюбилась в мужчину, с которым познакомилась в шкафу. Ты считаешь это смешным? Перестань смеяться. Для меня это слишком серьезно. Мария и Тереса, ты окончательно зашла с ума. Перестань смеяться, или я разобью тебе башку. Нет, нет, успокойся, говори дальше. Тебе это кажется смешным? Как можно смеяться, если меня заставляют выйти замуж за другого? Прости меня. Мария и Тереса, что мы будем делать? И твоя жизнь и моя, это кошмар. Что случилось? Наконец-то я тебя нашел. Два солдата пришли забрать машину, которой подарил тебе отец. Они разбили камеру. КОНЕЦ СИМОН СИМОН Ничего страшного. Немного крови, но все обошлось. Ничего страшного. Дай посмотреть. Смотри. Правда? Сущие пустяки. Ты всегда был терпеливым. Ты бледен. Хочешь поесть? Паджоли пошел за едой. Не представляешь, как он переживает. Нужно отменить представление. Ни за что. Я обещал Паджоли еще раз показать номер возвращения с того света. Только один раз. Симон, я говорила с Морисом. Я не знала, почему ты придумал этот номер. Теперь знаешь. Это естественно, что ты хочешь найти свою семью. Но зачем для этого использовать сцену? Это была попытка, но она не сработала. Это семья Калканьо? Не думаю. Хотя мне бы хотелось, чтобы это были они. Я полюбил эту семью. Симон, ты хочешь найти своих родных и готов полюбить людей, которые не имеют к тебе никакого отношения. Мне важно знать, что они существуют. Я хочу знать историю моего рождения. Это очень важно. Я не успокоюсь, пока все не выясню, Асусенна. Я слишком долго ждал этого момента. Я дал себе клятву. Я единственный человек, который может пролить свет на эту историю. Я живой свидетель. Я клянусь, что я узнаю правду. Полковник Монтеро наносит новый удар. Что будем делать? Без камеры мы не сможем снимать. Этого он и добивался. Именно этого. Монтеро наносит новый удар. Я не могу. 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 Пойдемте. Машина меня не волнует. Пусть забирает. В конце концов, она принадлежит ему. Мне ничего не нужно от Максимилиана Монтеро. Но камера у нас, это действительно серьезно. Дай посмотреть. Вроде не все линзы разбиты. Они просто выпали. Внутри тоже много повреждений. Все бесполезно. Без камеры я никто. Должен признать, что папа, полковник Монтеро, знает, что делает. Больше мы не сможем снимать. Добрый день. Здравствуйте. Привет. Где вы взяли такое чудо? Это моя. Вернее, была моей. Теперь это просто рухлядь. Позвольте. Да, конечно. Так, так. Прекрасная камера. Где вы ее взяли? Я купил ее два года назад. Уже не новую. Теперь ее можно выбросить. Друзья, это дело поправимое. Вы считаете, ее можно починить? Думаю, да. Отличная камера. Я хорошо знаю эту модель. Что ты мне принес, Паджолли? Держись, Нимон. Я голоден, как тысяча волков. В отсутствие фазана сгодится жареная курица. Вкусно. Где ты это достал? У нас есть открытый счет в кафе напротив. Но ни слова об этом Марису и Асусенне. Смотри, смотри, вино. Европейское вино. Почему ты так меня балуешь? Я что, выиграл в лотерею? Ты делаешь реальностью мою мечту и свою. Ты не представляешь, как для меня важен успех этого представления. Это как месть. Паджолли. Мадлен очень далеко отсюда. Как бы нам не аплодировали, она никогда об этом не узнает. Да, не узнает. Но аплодисменты стали для меня единственным облегчением Атран, которое оставила эта змея. Много не пей, ты еще не оправил, Атран? Похоже, никто не защищен от любви. Даже ты, Паджолли. Эта женщина по-прежнему сводит тебя с ума. Ты правильно сказал. Да. Она заставила меня чувствовать себя неудачником, бродячим клоуном, нищим. Какое облегчение слышать аплодисменты, Симон. Слышать аплодисменты и получать деньги? Да. И деньги тоже. Не стоит отрицать. Но сейчас самый удачный момент, Симон. Самый удачный момент. Я тебе доверяю, и ты меня не подводишь. Поэтому я прощаю тебе все твои предчуды. Паджолли, что бы ни случилось, хочу, чтобы ты знал, я никогда не забуду, что вы были моей настоящей семьей. Это звучит как прощание. В чем дело, Симон? Нет, ничего. Судьба – странная штука. Иногда я думаю, что это мой звездный час в жизни. Но я чувствую, что у меня другая судьба. И она ждет меня. Тебе предложили новый контракт? Ты хочешь расстаться с нами? Нет, Паджолли, нет. Ты знаешь, я бы не смог работать с другими партнерами. Просто у меня есть мечта. И я хочу реализовать ее. Что это за мечта? Ты знаешь, что всегда можешь рассчитывать на поддержку старинной Паджолли. Нет. Это касается только меня. Никто мне не может помочь. Будь здоров. И ты тоже. Вы не представляете, как я вам благодарна, что вы сохранили фильм. Я беспокоилась за вас. Я так и не поняла, за что вас арестовали. Вы имеете право думать обо мне все, что угодно. Вы меня даже не знаете. На станции произошел небольшой инцидент с полицией. Но я ни в чем не виновата. Все дело было в этом фильме? Да. Я должна была уберечь его. Это очень важный документ, понимаете? И ужасный. Вы видели фильм? Боже мой. Кто еще его видел? Где вы его держите? Мои друзья показали мне его. Но это очень надежные люди. Нам пришлось посмотреть, что на этой пленке. Позвольте вам сказать, мы были потрясены. Где фильм? Где вы его держите? Не беспокойтесь. Я хорошо его спрятала. Сеньора, вы имели отношение к этому преступлению? Нет. О чем вы говорите? Только подлец мог сделать нечто подобное. Будет лучше, если вы больше ничего не узнаете. Забудьте об этом. Иначе ваша жизнь окажется в опасности. Я многого не понимаю. Но вы кажетесь порядочной женщиной. Как бы то ни было, я могу вам помочь. И даже могу защитить вас. Вряд ли, детка. Поксимилиано Монтеро. Ага. Именно тебя я и искала. Чем могу служить, сеньора Саграрио? Что ты сделала с моей пудрой? Я? Ничего. Когда я прибиралась в вашем комоде, ты увидела пустую пудреницу. Ты ее выбросила? Не тебе решать, что мне нужно, а что нет. А что мне оставалось сделать, если там не было даже щепотки пудры? Тогда пойди и принеси мне пудреницу из комнаты мамы или Марии Тересы. Нет, не за что на свете. Я не притронусь к вещам Донни и Мерседес и тем более сеньорида Марии Тересы. Тупица, исчезни с моих глаз, пока я тебя не побила. У меня такое впечатление, что вы избегаете разговора о моем отце. Что ж, многие люди предпочитают говорить, что они не знают полковника Максимилиана Монтера? Дело в том, что ваш отец военный, а то, что показано в фильме, компрометирует представителей режима. И если бы о нем узнал ваш отец, у меня были бы серьезные проблемы. Не беспокойтесь. Поверьте, я не скажу о фильме ни отцу и никому другому. Я ваша союзница, хотя это может показаться вам странным. Верно? Если бы жизнь состояла только из приятных эпизодов. Сейчас самое главное, чтобы вы нашли фильм. Вернули его мне и забыли об этом. Я не хочу, чтобы кто-то подвергался опасности. Я сегодня же верну вам фильм. Не беспокойтесь, синьора. Как вы сказали, как ваше имя? Я не представилась. Хасинта. Просто Хасинта. Мария Тереса. Я ваш друг. Я желаю вам удачи. Я желаю вам удачи. Какая красивая пудреница. Впрочем, как и все, что принадлежит моей сестре. У нее так много косметики, что она не заметит ее отсутствия. КОНЕЦ 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 Можешь переехать в комнату для гостей и спать одна, если тебя это устраивает В конечном итоге у меня и была такая роль в спальне Твоей гостей Ты можешь делать, что тебе заблагорассудится, Мерседес Но рассказать дочери, что я отдаю ее за калканье, потому что это нужно для дела, это предательство, подлость Чем вызвано до обвинения? Мария Тереса все знает Не кричи на меня Что ты ей сказала? О твоих делах Ни слова Ложь Мне ни к чему лгать, я тебя не боюсь, зачем мне лгать? Я не продал дочери, я сделал то, что должен был сделать А ты мне просто мстишь, потому что я выгнал Хуана Висенте из дома Именно поэтому ты хочешь настроить Марии Тересу против меня Я? Это ты со сватой, даже не спросив ее согласия У нее есть повод разочароваться в тебе Нет А теперь ты обвиняешь меня? Кто-то ей сказал, и это сделала ты Неправда Не нужно большого ума, чтобы понять Причина, побудившая тебя выдать замуж Марию Тересу За такого мужчину, как Франциско де Пауло Это деньги Очень хорошо В любом случае, это ничего не меняет Получается, что в недобрый час я пришел к твоему отцу просить твои руки Я согласна с тобой Ты должен был жениться на той шлюхе, которая у тебя была Я тебе не позволю Как ее звали? Это не важно, Мерседес Главное, что она была настоящей женщиной Вот что главное Нативидат! 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 Сеньор Я уже слишком стара, чтобы бегать, как сумасшедшая Что случилось? Я хочу, чтобы ты забрала из этой комнаты все вещи Мерседес Если она хочет спать одна в другой комнате, ради бога Но пусть делает это как положено Я не хочу, чтобы здесь оставались ее вещи, понятно? Непонятно Она в той комнате, вы в этой Зачем? Чтобы ранить друг друга, оскорблять? Не вмешивайся! Я буду вмешиваться Потому что люблю вас обоих Потому что вы моя семья И потому что Я знаю вас, как свои пять пальцев Несмотря ни на что, вы нужны друг другу Того, что мне действительно нужно, нет в этом доме То, что мне было нужно, я потерял много лет назад Проклятье Если бы я мог повернуть время вспять Да Вы бы женились на другой Но ни одна женщина, вы меня слышите? Ни одна Не была бы такой верной Такой преданной Честной Такой прекрасной матери Вы представить себе не могли бы лучшей спутницы, чем моя девочка Мерседес Возможно Но тогда в этой спальне не чувствовалось бы ненависти А шел бы дождь из цветов Боже правый Ты дал ему женщину, которую он не заслуживает Заговорили друзья Архимиров? Никто ничего не знает, Дона Стольфо Возможно, эти люди невиновны Здесь нет невиновных, Рандон Я применил наши обычные методы Но все напрасно Похоже, они даже не знают, о чем идет речь В этом проклятом городишке кто-то должен знать, почему Архимира стрелял в карату И что он замышляет Мы не можем допустить, чтобы кто-то нам помешал, Рандон Мы должны покончить с полковником Максимилианом Монтеро Кстати, Дона Стольфо Родригес мне сказал, что сегодня вечером полковник пойдет на представление Полковник пойдет на представление? А Макабел сейчас в отъезде Надо же О чем вы думаете, господин мэр? Возможно, это шанс навсегда избавиться от Максимилиана Монтеро Рандон Я уеду из этого мерзкого города И заберу все, что мне принадлежит Я уеду из тобой, Симон Максимилиан Максимилиан Фильм озвучен по заказу телесети ТНТ Режиссер Ирина Смольская Звукорежиссер Александр Зубов Перевод Татьяны Моноенковой Текст читали Ирина Губанова, Ирина Маликова, Алексей Инжеватов, Юрий Петров 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 Ирина Маликова, Алексей Инжеватов, Юрий Петров